Ощущение внутренней тревоги Ощущение внутренней тревоги – это ощущение, которое может сопутствовать человека в любой период жизни, не только во время военных операций, не только во время экономического коллапса, не только, когда мы не знаем, какова будет будущая судьба рубля, доллара и евро. Нет. Есть люди, которые от рождения тревожны. Кто-то боится сесть в самолет, кто-то боится ходить в лес, кто-то боится войти в речку, потому что там, представьте себе, пьявки. У всех разные фобии. Перестать бояться. В этом смысле мой личный пример – пример совершенно законченного фаталиста. Я знаю, что единственное, от чего мы не уйдем, – это смерть. Но если вы будете помнить об этом, то ваша жизнь будет праздником. Из-за того, что я живу и в подсознании всегда говорю себе латинскую фразу «memento mori» – помни, что в один день все это закончится. Я стараюсь не упустить ни одного дня. Сделайте каждый день позитивом. Этот позитив начнется с вашего просыпания, с вашей самой простой утренней гимнастики, которая вам очень поможет в жизни, с вашей простой зубной пасты, которая освежит вас и заставит улыбнуться, с вашего любимого шампуня, который вы используете в душе или в ванной, и вам будет приятно ощутить запах ваших волос и вашего тела. Это начнется с вашего любимого завтрака, которым вы порадуете, может быть, своих детей, может быть, внуков, может быть, мужа, а может быть, саму себя или свою собачку или кошечку. Кто-то любит блинчики, а кто-то рисовую кашу. Кто-то мечтает об омлете по-парижски по рецепту Александра Васильева, а кому-то, наоборот, нравится простенький бутербродик с килечкой. Здесь выбор разнообразен. Делайте себе удовольствие. Помните о том, что переедать не надо никогда. Минуты во рту и годы на бедрах. Напишите это себе на кухне, и вы внутренне начнете сокращать количество съеденного, но не качество. Помните о том, что выбор музыки, который мы всегда вам в клубе посоветуем, уберет у вас ощущение тревоги. Перестаньте слушать современную музыку с чётким ритмом. Объясняю, почему. Чёткий ритм включает движение мышц нашего организма, и в первую очередь нашего желудка. Это ведёт к плохому сварению пищи. Никогда не слушайте ничего, связанное с роком, с панком, с фолком, когда вы едите. А ведь именно такую музыку ставят всегда в магазинах и в ресторанах быстрого питания. Почему? Им надо, чтобы люди поскорее ушли и освободили место другим. Только плавная музыка, желательно классика, только мелодичные вещи доставят вам удовольствие. Вас что-то тревожит? Зажгите с утра пораньше одну свечку, это никакая не кабала и никакой не ведьмизм. Поставьте её на свой стол. Вы почувствуете ощущение уюта и больше ничего. Здесь нет ничего религиозного. Пускай эта свечка создаст ощущение очага. У вас нет камина. Может быть, у вас нет и печки. Но эта свечка вас порадует. Вы будете меня вспоминать, как просто оказалось. Зажгла печку, пью чай, и мне уже хорошо. И смотрите вы на это пламя. Старайтесь не читать плохих новостей в интернете. Как это сделать? Отключайте те каналы, которые вам приносят ежедневно на вашу страницу. Какие-то пагубные новости, они есть у всех. Старайтесь это избегать. А что же делать? Тревога уйдёт, если вы будете читать положительные новости. Положительные новости прекрасно. Вот сегодня, например, я узнал, что знаменитому Тацору Михаилу Барышникову дали золотую медаль Британской империи за поддержку мирового балета. Разве это неприятная новость? На фоне постоянной кромешной отрицательной новости о том, что в мире царит якобы русофобия.